Так, следующий вопрос. Истончение гелькоута, соответственно, осмос и проявление осмоса, связанное с этим. Достаточно много народу присылают мне фотографии катеров-водок, спрашивают по тем или иным причинам. И, как его называется иногда, получается следующая штука, что катера покрыты пузырями. Пузырями, внутри которых находится вода, ну не вода, а преобразованная кислота. И очень много вопросов спрашивают, а почему они образовались, почему это произошло, почему это случилось так или иначе, откуда это взялось и вообще, собственно говоря, что с этим дальше делать. Ну так вот, данное явление относится к разряду космоса. Космос это очень серьезная штука. Это процесс разрушения корпуса катера, начавшегося. То есть, это то, на что нужно обращать внимание и с этим нужно бороться. Это надо предотвращать всеми силами и делать это надо всегда. То есть, для профимоосматических вещей существуют специальные грунты, существуют необрастающие краски там, существуют всевозможные вещи, но очень бывает такая ситуация, когда, например, осмос возникает порой не в тех местах, где он должен быть. Ну, вроде бы логично, что космос возникает снизу, то есть, снизу получает капель повреждения, то есть, например, через которое, через сараты начинает проникать вода в стекломат. Стекломат со временем начинает отстреливать гель-коут, то есть, образуются пузыри, вулдыри на корпусе, которые, если ковырнуть, внутри них находится жидкость. Если проверить лакмус с этой бумажкой, то это будет кислотом. То есть, потому что вода, в принципе, уступает в реакцию с полиэфирными смолами, то есть, происходит, преобразуется в кислоту. То есть, если ее потрогать на этот, как он называется, рукой, то есть, вы почувствуете, что это кислотная основа. То есть, бывает, что подходишь к катеру, например, у катера есть скол на днище, катер только что вытащили из воды, ты проводишь по гель-коуту, например, рукой, и она проскальзывает по поврежденному участку. То есть, ты чувствуешь, что там уже процесс идет. То есть, процесс взаимодействия, процесс реакции уже началась. То есть, соответственно, данная вещь должна быть локализована, отремонтирована и все остальное. Но бывает такая штука, что, например, осмос возникает там, где его быть не должно. Например, он возникает на бортах. Буквально некоторое время назад мне прислали фотографии катера, у которого как раз осмос возник по борту. А ему там делать, по сути, нечего. После того, как мне прислали более подробные фотографии, то есть, более детальные фотографии, более крупные, что когда это можно было все дело рассмотреть, причем это был конкретный осмос, внутри были пузырьки, в пузырьках была жидкость, то есть, все как подписано, все нормально. То есть, корпус пошел своим путем. То есть, процессы, все химические процессы, они как бы начали происходить. Но я обнаружил, что существует у каждого, во всех местах, где было зачищено, где возник космос на борту, были следы от абразива. Абразива, причем от очень грубого абразива, который, в принципе, был зашлифован. То есть, ну, вот эти вот буравчики. То есть, вот если смотришь на корпус, бывает, у нас очень много народу занимается тем, что шкурят корпуса, не понимая, до какой степени можно шкурить, и сколько можно снимать. И сколько находится там вот этого слоя. То есть, гильковод – это защитный барьер, который выступает в качестве, скажем так, скорлупы, как на яйце, который защищает корпус от повреждений. Как от ударных повреждений, так и, соответственно, от воздействия среды. Когда он переставляет справляться с своей функцией, то есть, или становится ему слишком мало, то есть, он начинает пропускать воду и, по сути своей, перестает работать как защитный материал. А здесь получается следующая штука, что, когда люди взяли крупный абразив, решили корпус произвести глубокую полировку корпуса, она производится как раз с зачисткой, то есть, они сняли очень толстый слой гильковод. Они сняли его не до конца, но сняли его достаточно много. И, соответственно, когда катер находился на воде, то есть, он начал, соответственно, брать... Вода начала проходить, буквально, вот, касаясь немного даже, касаясь немного бортов корпуса, то есть, она начала поступать, вот, то есть, она начала поступать сквозь гильковод, сквозь вот эти вот повреждения, которые вот были оставлены абразивами. И все, и дальше пошел астматический процесс. Гильковод также истончаться может не только в процессе, этот, как его называется, в процессе чистки. То есть, на самом деле, ну, говорю, то есть, но в основном это вот так. То есть, в основном, при, этот, нельзя делать очень много полировок, очень много шлифовок, это, на самом деле, вредно сказывается на корпус, очень часто звонят люди, которые спрашивают следующую штуку. Говорят следующую вещь, что я хочу, чтобы у меня днище блестело. То есть, я хочу иметь блестящий корпус снизу. Обычно я на такие вещи отвечаю следующим макаром. То есть, что, а зачем? Чего вы хотите добиться? То есть, вы сбросились на воду, корпус постоял неделю на воде, неделю, две недели, он стал зеленым, он оброс, вы, этот, потеряли ходовые качества и все остальные вещи. То есть, ради чего? Ради того, чтобы вы получили эстетическую... Некоторые люди получают эстетическое удовольствие, когда подходят к собственной водке. То есть, вот они считают, что, например, что полностью белый блестящий корпус, это классно. Это не классно. То есть, это, на самом деле, как бы, ну, это здорово, это хорошо, красиво, но днище необходимо на степлопластиковых корпусах все-таки защищать не обрастающей краской. Пусть это, допустим, не будет белым, но зато не нужно будет заниматься такими вещами, как постоянная шлифовка, постоянная полировка, потому что достали корпус из воды, по идее. Если водка хранится на воде, ее надо, соответственно, по-хорошему, каждый месяц вытаскивать на берег, поднимать, отмывать днище, очищать днище специальной химией для очистки днища от водорослей и отложений, и после этого дальше эксплуатировать. Мне рассказывали такую штуку, что, отдай один катер, потерял в скорости, то есть, ну, вообще, не могли, люди купили катер, сбросили его на базе на воду, начали играть винтами, и он у них вообще не вставал на глиссер. Они не могли его вывести на глиссер, они не понимали, в чем дело. То есть, у них был исправный катер, был исправный мотор, были вся серия винтов, на которых все соседние катера ходят без проблем, то есть, с теми же заданными параметрами. То есть, все было здорово, за исключением того, что данный катер не выходил, не развивал скорость, не вставал на глиссер. Все. И только после того, как катер был вытащен на берег, увидели, что он весь полностью оброс водорослями, что он простоял просто на воде, этот, как его называется, его сбросили, и он там стоял. А после этого, там, через пару месяцев, что ли, его начали запускать. А до этого, как бы, ну, им не заморачивались особо, и начали думать, что вот, там, компрессии мерить, там, и всякого прочего, и не заниматься. А дело было в элементарной вещи. Корпус оброс настолько сильно, что он не позволял вот это обрастание, не позволяло катеру развивать необходимую скорость, получать необходимую мощность для того, чтобы поставить себя на глиссер. Все. Корпус катера был отмыт, очищен от водорослей, и после этого он стал выходить на глиссер без малейших проблем. Вот вам и все. Вот, 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 это, как его называется, естественный процесс. Теперь дальше. Для того, чтобы поддерживать катер в таком виде, то есть, вы должны, соответственно, вытаскивать его на берег, раз хотя бы в месяц, отмывать. Это, конечно, если у вас катер хранится в ангаре, то есть, вот, как есть такие вот вещи, либо, допустим, у вас он поднимается из воды на подъемниках, и хранится в воздухе, то есть, как, ну, в Америке это очень распространено сейчас, то есть, и у нас я видел это в продаже, подъемный механизм, когда вы подошли к причалу, катер подняли в воздух, он у вас находится, не касаясь воды. Ну, да, в этом случае, соответственно, ну, можно, либо вы, допустим, покатались, вытащили его на берег, и он все время хранится на берегу. В этом случае, конечно, я не до конца понимаю, нахрена вам вообще нужен катер, если хранить на берегу. По крайней мере, я по себе заметил, что стоит мне гидроцикл, к примеру, или катер поставить на берегу рядом с причалом, и я им не пользуюсь вообще. Ну, потому что это просто маразм и влом. То есть, каждый раз приходить, подцеплять машину, сбрасывать, ну, это дурдом полный. Нет, должно все быть, водный транспорт должен быть на воде. Если ты на нем никуда, с ним никуда не ездишь. Подошел, запрыгнул, поехал, все. Это должно быть быстро. Если это долго, это не нужно становится. Поэтому я не сторонник вообще подобной вещи, то есть, хранение что-то на берегу, то есть, это бред, это как только хранится на берегу, это значит, что этим не пользуешься никогда. Это дурдом полный. Вот. А так, говорю, вы его достали, обработали химией. Химия, любая химия, что бы на ней не было написано, она нифига не благотворно влияет на гельковод корпуса. Потому что, разъедая верхний поверхностный слой, она все равно чуть-чуть портит гельковод. Она в него все равно въедается, все равно вступает с ним в реакцию. Что бы там ни было. Безопасность, там написано, что это безопасно, там то-то, сё-то, нифига. То есть, все равно она будет производить реакцию определенную и будет портить гельковод корпус. После того, как вы его отмыли, у вас корпус, соответственно, после отмытки химии становится матовым. Не глянцевым, нифига. Он становится матовым. После того, как вы получили на берегу матовый корпус, если же вы, придерживаясь своей логики, хотите, чтобы он был постоянно блестящий, вы делаете следующую штуку. Вы берете его мелкий абразив, там 800, там 1000, без разницы. Его подзащищаете, заполировываете там двумя пастами и получаете обратно блестящий корпус. Вы сделали это раз, вы сделали это два, сделали это три, четыре, пять, шесть. В конечном итоге вы получили истонченный полностью гель-холод на днище, который, в принципе, практически перестает выполнять свою функцию. А после того, как вы это получили, если вы лодку храните на берегу, в один прекрасный момент вы ее достанете в космосе. Все? Вот. Так что здесь, как бы, если вы хотите, и вам дорога собственная лодка, вы можете полировать борта, там, вверх, там, все, что не касается воды, например, все, что гораздо выше в отрилинии, очищать, полировать, там, ну, очень ограниченное количество раз. И желательно не использовать глубокую полировку. То есть, потому что все равно глубокая полировка, вы в конечном итоге все сотрете в чем. Вам придется корпус капитальный ремонтировать. Вот. А так, вот это поддерживайте нормально, а нижнюю полосу, нижнюю часть закрывайте необрастающей краской и не заморачивайтесь. Выберите цвет необрастающей краски, который вам нужен, и все будет у вас хорошо. В этом случае лодка будет служить долго. Все. Я думаю, что на данную штуку я ответил. Все. Спасибо за внимание. Вопросы на почту. Почта 1сеж23, собакамейл.ру. Спасибо за внимание. До свидания. Продолжение следует...